Всё, теперь у меня в гостях сегодня Фёдор. Сколько ты зарабатываешь? Зарезались на все бабки перед кикером, а потом на доведенные носочки. Зачем ты прыгаешь флэт? Чтобы почувствовать новую боль. Меня зовут Витя Бегунов, а у меня сегодня в гостях Федя Федя. Правда, он не Федя. Сегодня мы решили вам рассказать наш опыт на столь замечательной доске Eclipse. Блин, я слишком переигрываю в это. Очень, да. Типа прям очень слишком переигрываю. Я прям ордом. В прошлом году было два Eclipse. Один был обычный, такого серо-коричневого цвета. Он был, по-моему, 151-160. Не суть, он был гибридный. Да, 161-166. Но была лимитированная версия, называлась она Bloodline. Она была бирюзово-красная, и она была цельнодеревянная. То есть это не просто лимитированная версия доски с другим принтом. Да, они тестировали, насколько будет работать схема в плане того, что будет цельнодеревянная доска. Как она будет себя вести на воде. К сожалению, она до нас не доехала, хотя я очень хотел ее потестировать. Да, в Украину она не попала. Но, 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 тем не менее, мы теперь можем наслаждаться 150-й доской. 55-й попрошу. У тебя 55-я? А у тебя нет? У меня 50-я. А, не такая же. Не такая. А как у тебя 55-я? Я шучу. Блин. Итак, Федя, ключевой вопрос к тебе сразу. Готов просто со старта. Давай. Что тебе понравилось в этой доске относительно доски прошлогодней? Скользяк красивый. Скользяк красивый? Да. Ну ты же на ней катался. Ну, на Eclipse, правильно? Конечно, сейчас катаюсь. И шо, и как? Расскажи тебе, какой у тебя опыт? Ну, хрен, она себя ведет на фигурах, на джибе, на кикере. На кикере? Да, 155-я закручивает, хрен остановишь. Ну, это да. 7, 9, 10, 11, 12. Да, это же даже так. Да, я числа знаю просто. Мы вместе с Федей заметили такое интересное отличие, такое интересное от прошлогоднего Eclipse. Это просто минимальное, самое мизерное, наверное, да? Мизерное, да, вообще. Потому что она цельно-деревянная. Без всяких вставок из пены. Да. Если простым языком говорить, она не гибридная, она цельно-деревянная. И гнется она практически по всей длине. А прошлогодняя гнулась только на Тейле и на Наусе. Но, что самое интересное, это такая тенденция. Ну, она по себе не гнется. Ну, как тебе сказать? Не, ну ладно, она не гнется. Ты серьезно? Она реально не гнется. Ты ломаешь мою доску? Это не твоя доска. Это моя доска. Это моя доска, Федя. Как тебе было стыдно? Она от моей ничем не отвечает. Вот именно. Поэтому она мое. Первое время она может быть непривычна в плане того, что она действительно немножко жесткая. Но это открывает прям целые, я не знаю, столько возможностей на приземлениях. Два дня она привыкнет. Реально. Это даже можно меньше на своем-то деле. Я потратил максимум, ну да, тренировки две-полторы от силы. Зато можно фигачить на трамплине просто с сумасшедшей высоты. И колени тебе скажут, блин, чувак, спасибо тебе большое. Вот просто не так сильно лупит по ногам. Кстати, да. Испыно. Когда я первый раз стартанул на новом эклипсе 19-го года, я такой, что? А что? Да, это надо сильнее давить, да. А она такая максимально жесткая. Но зато большое преимущество, мне кажется, что когда ты прыгаешь с большой высоты... Приводнение просто идеальное. Да, она идеальна на приводнениях. Она офигительно классно держит кант. И тебе вообще даже ничего не нужно делать на зарезке. Ты просто чуть-чуть надавил в пяточки, и она тебя уже начинает паровозить на трамплин. Ты видел эти двери? Я пробовал. Она не может не держать кант. Ну, к примеру, мне кажется, что Deluxe не так сильно зарезается, как Eclipse и как Tao. То же самое. У нее талия меньше. А тебе главное талия, да? Конечно, талия. Это же самое важное. Я люблю талию. Ай, молодец. Дима Масалов классный парень. Мы его уважаем. Легенда украинского вейхбординга. Просто звезда мирового масштаба, хоть и в мастерсах, но не важно. Ну, а Дима Масалов умудрился... На Бабу-Даби. Понимаешь, насколько у него мастерство ораторское, что он умудрился вместить в одну минуту обзор девяти досок. Понимаешь? Девять. Девять. Мы уже час рассказываем об одной. Да. Но мы просто любим растягивать удовольствие. Прости нас, Дима. Реклама. Упс. Нет, Дима классный парень. Нет, Дима классный. Дима, привет. Вот сейчас это мировая тенденция. Сейчас все, наверное, прыгают на больших досках. Минус 49-48, 50-й. Но у нас народ еще не уверенно к этому приходит. И у всех стабильно один и тот же вопрос. Почему вы катаетесь на такой большой доске? Вот что может сыграть ключевую роль для нас? Потому что нам страшно, мол, это непонятно новое. Как эту большую доску крутить на трамплинах? В смысле? Это, наверное, трудно. Крутить ее легче. Ты ее только задаешь, инерция ее сама раскручивает. Ее сложнее остановить. Чем закрутить. Как ты думаешь, кому подойдут большие доски? Вот 150-й, 155-й. Такого формата. Большие доски подойдут тем, кто любит наваливать. Наваливать что? Ой, да. Накладывать. Они подойдут тем, кто любит высоко прыгать и безболезненно приводнять. Безболезненно, наверное, самое важное в моменте. Да, безболезненно. Даже на 141-й Тао коленки болят намного сильнее, чем на Эклипсе. Вот. Мне очень нравится в плане того, что 150-й размер, он просто идеален под мой рост вес. Она офигительно классно ведет себя на воде. Олли. На самом деле, делать на большой доске, как бы это парадоксально не звучало, легче. Но легче. И выше. Что самое важное. Вот Федя не может перепрыгнуть на трамплин, а я могу. По фактам. Могу запрыгнуть на верблю, то ты нет. Согласен. Полностью. Но суть остается то же самое. Да. Суть остается то же самое. То, что делать Олли на большой доске действительно легче. Как это объяснить, я вам честно не могу. Я не физик. А ну давай. Близ, давай. Какой у нее хвост большой. Ну да. Выталкиваться легче. Да? Думаешь, из-за этого помогает? Думаю, да. Возможно. Или просто ноги в правильном месте растут. Ну блин, что ты так жестко целая? Вот это ж так нечестно. Ну как, ну. Типа, мы же договорились валить только одного Диму Масалову. У него Олли тоже нормальная. Кстати, он на Рафе катается, по-моему, да? По-моему, да. Такая черная доска, да? Черная доска. Просто черная. Ну нет, там какой-то рисунок есть маленький. Я не помню какой, если честно. Второе, кто зичит, как видите, например, на фигурах. Вот, эта доска прощает, она остается все-таки на фигурах. Да ладно, Витя тоже нормальный чувак. Если что, зичит, это неумение правильно кататься на перилах. В терминологии в Экбардическом. Чуть-чуть не докручивать градус на перилке. Сочковать и так далее. На приземлениях с больших высот, вот, колени вам скажут спасибо. Реально. Это факт. Плюс ребята, которые прыгают флет. Боже, пожалуйста. Не думайте о том, что на большой доске очень сложно прыгать флет. Это неправда. Не правда. Федя докажет это. Потому что... Флет на ней прыгается очень легко. Да. Она жесткая, выщелкивает с воды просто в космос. Именно. Приводнять на ней флет высокий тоже классно. Если даже Блайн чуть-чуть прохалявил и не докрутил его, она это увозит. Да, да. Так и есть. И риданчики помогают. Она не полностью. Да, она не полностью. Она не полностью флетовая, как остальные джиберские доски. И риданы реально помогают в уезде и в закантовке. Эта доска охрененно подходит для джиба. Вот. Для джиба она просто идеальна. Она жесткая. Она охрененно держит фигуру. За счет своего размера она нифига с нее не слетает. Даже если ты ее там чуть-чуть сачкуешь. Не додавливаешь. Я обратил внимание на то, что ребята из Liquid Force в прошлом году говорили, что типа в основном маленькие доски такие как Тао. Оказывается, маленькая доска Тао. 140-й и 143-й покупают дети. Eclipse в основном покупают уже более профессиональные райдеры, которые катаются уже на относительно интермедиат уровне и так далее. И я думаю, что ключевая аудитория как раз таки для Eclipse это ребята, которые действительно любят очень сильные, мощные, высокие трюки с флэта. Очень сильные, мощные трюки с трамплинов, которые занимают очень большой пролет. Очень сильно высокие. Блин, это что ж такое? И они любят халявить, потому что на приводнение она все вывозит сама. Кстати, да. Маленькая доска на приземлениях очень юркая. То есть тебе нужно проделать дополнительную работу, контролировать ее ногами и так далее, чтобы она просто банально не убежала из-под тебя. На Eclipse можно об этом вообще забыть. Это, наверное, легальный чит-код. Ты приземляешься, ты можешь вот так вот приземлиться. Доска для лентяев? Не, ну что сразу для лентяев. Для тех, кто любит, когда кататься можно попроще. Халявить на приземе. Ну, да. Ну, то есть она действительно прощает очень большое количество ошибок. И что самое важное, на ней очень легко хватать грэпу, потому что она просто банально большая. Дотянуться до ноуса не вопрос. Дотянуться до нуклеера крейла тоже не проблема. С тейлфишем методы, пожалуйста. Давить, как сказал Федя, перилы тоже не вопрос, потому что она большая. Рабочая поверхность доски, соответственно, больше. Поэтому у тебя есть больше пространства и возможности ее выкручивать, выдавливать. У нее вот здесь, вот, кстати, как и у большинства досок Liquid Force, на ноусе и на тейле есть, грубо говоря, маленькая такая опуклость. Для труб. Это маленький лайфхак, который вам помогает держать баланс на трубе. То бишь, ты ее защелкиваешь, как на перилку, и она просто банально никуда не девается. Это вот большинство досок Liquid Force такую вот штуку практикуют, и в Eclipse она точно так же есть. Хочу сказать, что она не такая хрупкая, как были до этого доски. Вот. Кстати, это немаловажный момент. Я, между прочим... Уже не пару раз вваливался в фигуру и... The same. Я увалился... Где? Я с вот этой стороны увалился в угол руфтопа. Тупо в торец вот сюда втопили, и она целая осталась вообще, ни капельки. Самое интересное, я поймал гвоздь или болт, я не знаю, что там было на драконе, на нашем любимом. Антиреклама. Анти... Да нет, чего. Реклама доски. Мы это вырежем. И скользячок всего лишь был поцарапан. Хотя думал, что уже открыл доску. И она чувствуется на перилах намного прочнее. В плане того, что я ездил в прошлом году в Санкт-Петербург, и там немножко другая тяга. И ты приземляешься с перила, допустим, прыгаешь на другую перилу. И на гибридной доске ты вот думаешь, блин, вот сейчас еще разочек, и она может где-то как-то бахнуть. Пополам. Это и вообще все равно. Я прыгал, я гупал ее об одну, об другую перилу, и эффекта такого не замечал. Она намного увереннее, намного жестче встречает фигуру. Да, нужно будет немножечко мягче встречать ногами перилу, но, тем не менее, не посвящает мысли о том, что ты можешь ставить доску на втором-третьем кружке. Я думаю, что она за счет деревянного полностью сердечника распределяет удар на всю току. Это офигенно крутая доска для тех, кто очень любит высоко прыгать. Офигительно классно устраивать пролеты. Да, для любителей флэта она тоже подходит. Отлично щелкает в зарезках, отлично поднимает высоту, отлично приводняет. Ну, Витя не знает, как флэд прыгать, конечно, он не прыгает флэд. Он свидетель джиба. Это, зачем ты так ранишь меня в душу, а? Ну, я правду говорю? Черт. Не, ну я сегодня прыгнул, ой, в этом году прыгнул один бакрол. Один бакрол? Да, представляешь? На эклипсе, попрошу. Слушай, ну это... Тем, кто говорил, что нельзя прыгать ход на эклипсе. Она на перилах увереннее себя чувствует, на приземлениях, допустим, с тех же самых там трансферов с одной перила на другую, гэпов и так далее. Она тоже себя не так, как скажем, не так мягко себя показывает на фигуре. Не проседает под тобой, более уверенное приземление. А это что? Правильно, стабильность. Это стабильность, ко всему тому же. Что для тебя вот могло показаться непривычным для начала? Может, какие-то нюансы, что тебе, может, не понравилось в доске? Вес, она стала тяжелее, чем предведущая, потому что, ну, деревянный сердечник, она стала реально тяжелее, чем был прошлый эклипс. Да. Но крепость, кстати, спасает. Крепость спасает, а не легкие. Рекламная пауза? Да, рекламная пауза. Не подписывайтесь на Федю, потому что он меня сегодня... На Федю-Федю. На Федю-Федю. Не подписывайтесь на Федю, не подписывайтесь на меня, у меня вообще ничего там нету, на самом деле. Иногда снимаю видосы классные, но это да. Самое главное, подписывайтесь на канал Экстрим Стайла. Любите то, что вы делаете. Ставьте колокольчики, там все дела классные. Лукасы, да. Мы очень любим Лукас. Да, колокольчик, лайк. комментарии что самое важно да кстати комментируйте рассказывайте о вашем опыте кстати рассказывать об опыте владения эклипсом у кого он есть какая у вас на может поджать эту классную доску спасибо рассказывайте какие у вас расставочки это наверно будет звучать очень странно скажите сколько у вас сантиметров доска попрошу будем ждать ваших комментариев летаем в космос а еще и поймал конца